всех приветствую на канале божениты омская область сам я и ведущий влад очень рад что вы зашли на мой канал можете увидеть что-то для вас полезно или интересно я конечно никого не учу просто занимаюсь своей повседневной работой и сразу записываю может кому-то будет интересно кого-то будет свое мнение по поводу того что я выполняю так смысл такой в предыдущем ролике я показывал как я переводил трактора на летний режим менял вентиляторы в настоящее время я меняю вентиляторы перевожу на летний режим свою рабочую лошадку это газель газ 2705 сколько лет я уже даже не не знаю не могу сказать ну больше десяти это точно лет 12 15 значит меняя вентилятор сейчас я уже открутила просто покажу зимний вентилятор стоял я по осени трактора сразу же заменил вентиляторы и значит сразу на машине поменял зимний снял а вот сейчас буду ставить летний 6 вопрос но есть восьми вопрос но ну вы этого хватает мне я же не так много ездил и не стою в пробках чтобы мне двигатель сильно заперегревался почему меняю вентилятор у меня стоит двигатель 405 кто знатоки специалисты газелисты сразу подумает что за ерунда почему на 405 меняет вентилятор там же электро муфта стоит так называемая вискомуфта да вискомуфта была стояла я ее снял сразу я принес ее из гаража сразу показать может кто не знает кто с этим столкнется или предстоит предстоит столкнуться демонтировал я значит насос охлаждения вот с этой с вискомуфтой почему ну потому что вот этот ноу-хау рвет ремни время свое время на меня но тем не менее значит когда срабатывает это вискомуфта это происходит резко не так как на ген на гидро немецких гидравлических машинах там постепенно начинает вентилятор вращаться а тут двигатель нагрелся что все автоматика сработала электрома подалось напряжение на вискомуфту и произошло резко на происходит резкий значит энергетический скачок вискомуфта срабатывает начинается охлаждение двигателя принудительные значит ну летом ладно у меня раз порвало ремень ремень 2 порвало ну плохо конечно двигатель перегревается ну ладно это там подождал минут 15-20 остыло взял поменял ремень но года два назад такая ерунда с ремнем произошла у меня зимой то есть рано утром мы едем значит используют машину для того чтобы возить продукцию на рынок встаем рано и часов в 7 утра уезжаем мы 25 километров значит вот райцентра живем от населенного пункта до населенного 15 километров и более значит ну все зимой все машину утеплено все закрыто завел двигатель все нормально от деревни отъехал километров 5 тут все закрыто 35 на улице зима еще темно что-то елки-палки у меня этот компьютер начал похоронный марш играть смотрю у меня напряжения нет все сразу на улице темнота и фары начали гаснуть но все я остановился двигатель заглушил пока сообразил одно другое все заводить все аккумулятор не заводится аккумулятор значит не дома был в машине оставлял все аккумулятор сразу же сдох напряжение ну 35 вышел с фонариком посмотрел ага все ясно порвался ремень менять все чехлы все по открывал машина значит двигатель нагрелся тут значит температура под 100 него невозможно залезть обжигаясь одежда теплой хотя и сменная одежда была и валенки были фуфайка все рабочие было все значит сели в машину подождали минут 15-20 все машина остыла полез сюда менять все проходит 2-3 минуты все значит руки окоченели не могу поменять ремень заменить хотя у меня все ремни все приспособления все все есть ну мороз зима на улице так что делать и только и никто не едет маршрутный автобус в 7 часов проехал все больше никто не едет рано утром ну чё делать хорошо есть сотовая связь позвонил лёхе знаете его кто такой лёхо напарник по бизнесу у того машина в гараже приехали туда-сюда уже пока вы уже час прошел посветлело но кое-кое как вдвоем машине грелись по очереди поменяли ремень все значит съездил я все свои дела сделал да значит потом в течение недели температура поднялась до 15 градусов плюнул я на этот насос с вискомуфтой взял купил обыкновенный насос за полторы тысячи это демонтировал и поставил простой и теперь у меня значит вентилятор постоянного вращения конечно постоянное вращение охлаждение двигателю дольше нагреваться температура в салоне естественно упала закрывать приходится больше но я зато спокоен что я в любое время значит могу приехать домой со мной не не случится такой эксцесс как вот с обрывом вот этого ремня ремня я постоянно меняю своевременно ну как бы ты его не менял непонятно кто производитель ну короче на зиму поменял когда он после последнего значит происшествия вот этот ремень две недели проходил снаружи он нормально ничего не растянутый а как только его перевернул все он весь по тревске шести но зима 35-40 какая резина выдержит эти качество резины такой кто производитель непонятно чем ненадежно сменил я сейчас я поменяю этот вентилятор и буду летом ездить спокойно до осени без проблем так ладно значит у кого будет свое мнение по поводу значит использование газели на 405 двигателе с таким насосом с постоянным приводом отписывайтесь делайте замечание нормально высказывайте свое мнение будем делиться опытом на этом все буду эту дальше откручивать а этот вентилятор заменить несложно рука провази 4 болтика ключик ничего особенного открутил чтобы этот вентилятор с шести лопастами поставить придется с радиатора снять пластмасса вот этот кожух ну тоже ерунда там 4 болтика открутил немножко оттопырил и таким ключом потихонечку раз-раз трещоткой открутил поменял ладно кому будет информация кому вам информация полезно пишите делайте комментарии подписывайтесь на канал ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки все до скорых встреч пока